Дорога к храму. Так жители Зубчининовки назвали сквер, который создается на историческом месте. Площадка возле церкви святого Александра Невского. Территория, с которой начинался поселок. Долгое время здесь был пустырь, но теперь все изменилось. Территория стала лидером по итогам рейтингового голосования по участию в проекте формирования комфортной городской среды. Дорожки к храму выложат плиткой, установят скамейки и фонарные столбы, устроят газоны. Ключевыми объектами благоустройства станут детская спортивная площадка и скейт-парк. А для детей мы делаем скейт-парк. Это по запросу жителей. Они уже разрабатывают трюки, закупают велосипеды, закупают специальные скейты для скейт-парка и разрабатывают даже определенную программу на открытие. Создание сквера проводится по национальному проекту «Жилье и городская среда». Ход работ на месте проверила глава Самары Елена Лапушкина. Жители Зубчининовки рассказали, что сейчас они готовят дополнительные арт-объекты, а впоследствии возьмут под общественный контроль состояние будущего сквера. Который, как предполагается, станет центром культурной жизни поселка. Очень красиво. Место встречи у фонтана. Так говорят уже в другом микрорайоне города. На пересечении улиц Авроры и Аэродромной будет открыто еще одно гидротехническое сооружение Самары. Его построят по тому же принципу, что и фонтаны у подножия склонной площади Славы, и на Крымской площади, то есть без чаши. Раньше на этом месте был стихийный рынок, который убрали из-за беспорядка и антисанитарии. Дизайн проекта благоустройства предусматривает полное обновление участка до улицы Мариса Тореза. В том числе создание спортивного центра для воркаута, то есть уличных гимнастических тренировок. По просьбам жителей здесь даже посадили ель, которую будет украшать иллюминацией. Здесь сопор. С них идут гирлянды вот на эти. Между собой они будут увязаны. Кроме этого, еще будут вот эти все подслеживаться. Здесь будет такое яркое пятно вообще. Гирлянды будут включать как вечернюю подсветку, а во время новогодних и рождественских торжеств возле ели будут проводить всенародные праздничные мероприятия. Фонтан в сквере Речников в Кубышевском районе Самары люди просили восстановить больше 20 лет. Их мечта сбылась благодаря активности, которую жители проявили в ходе рейтингового голосования. За эту территорию было отдано 9 тысяч голосов. В итоге здесь не только заново построят фонтан. Вместе с комплексным благоустройством появятся площадки для мини-футбола, гандбола и детская игровая зона. В новом виде сквер Речников в полной мере оправдывает свое название. Здесь установлены вот такие детские спортивные комплексы морской и речной тематики. Это батискав, горка, маяк и большой синий кит. Всего в этом году в Самаре по нацпроекту «Жилье и городская среда» планируется благоустроить 50 дворов и 5 общественных территорий. Мы сюда приезжали, когда были пыльные работы, когда не было плитки, когда вот вскрывали, демонтировали. Было совсем другой вид. Сегодня мы уже видим, что заканчиваются практически такие строительные работы. Приступаем уже к красоте. Теперь будем ждать цветов, будем ждать деревьев, будем ждать запуска фонтанов. Безусловно, эта программа важна. Безусловно, эта программа объединяет. Она объединяет людей вокруг территории. Она объединяет людей, любящих свой город. И чем больше таких людей будет, тем быстрее будет развиваться город. Будет развиваться красиво, как нужно прежде всего людям. Все работы предполагается завершить к середине сентября. Олег Зверев, Николай Пифанов, Василий Колдашов. События.